Джейсон Шрайер рассказал официальную историю от Rockstar, почему в ней не будет всего, что мы ждем от игры, и правда ли GTA 6 будет не самой масштабной игрой своей серии. Давайте разберемся вместе. Это новая порция информации о GTA 6, которая раскроет много сомнений. Джейсон Шрайер, инсайдер, которому, как правило, можно доверять. Многие фанаты Rockstar подписаны на его твиттер. 15 апреля он в нем написал. До следующей GTA еще далеко, так что пройдет некоторое время, прежде чем мы увидим, действительно ли успешны попытки компании смягчить кризис. Но в прошлом году Rockstar сделала несколько улучшений качества жизни и заменила менеджеров, которых персонал назвал токсичными. Я с вами соглашусь, этот твит не особо информативен по поводу самой игры, но стоило подождать, и через несколько часов в своем твиттере он добавил. Я думаю, что я не должен быть супершокирован тем, что это вынос из нескольких месяцев репортажей о Rockstar, пытающихся улучшить свою культуру. Но эй, если вы нажмете GTA 6 на трендовые темы твиттер, вот что вы должны прочитать. И дальше ссылка на сайт kotaku.com, где Шрайер написал большую статью про игры Rockstar, про планы разработчиков и саму GTA 6. Если говорить очень коротко, что написано в статье, то из всего этого можно подчеркнуть главные слова от разработчиков. Разработка GTA 6 находится на ранней стадии, а не так, как думали все фанаты игры, что ее разрабатывают уже несколько лет. Спустя год после выхода Red Dead Redemption 2 в студии потратили на реорганизацию и изменение условий труда. Поскольку GTA 6 только начали разрабатывать, совершенно неизвестно, на какие сроки выхода игры ориентируется Rockstar. Сами разработчики решили выпускать игры меньшего масштаба, но релизы делать чаще, чем прежде. И еще сотрудники добавили, что GTA 6 планируют выпустить быстро и поддерживать игру на протяжении нескольких лет дополнительным контентом. Если речь пошла о доп-контенте, наверняка это склоняется к онлайн-режиму, нежели сюжетной линии. Скорее всего, GTA 6 будет выпускаться только на новом поколении платформ, исходя от того, что игра на ранней разработке. Так когда же ждать нам новую игрушку от Rockstar? Раз они сами сказали, что игры станут менее масштабными и начали они разработку GTA 6 спустя год после выхода RDR 2, по многочисленным прогнозам можно предположить, что игра выйдет в конце 2021 года или в начале 2022. На сегодня это все новости про GTA 6. Не забудь поставить лайк за мои старания. Если нравится контент, обязательно подписывайся на канал. На связи, как всегда, Мурма. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok